Всем привет! Вы смотрите канал Finty Wordpress и с вами, как всегда, Артем Брамович. Сегодня будет отдельное видео по настройкам плагина AutoPtimize, который позволяет сжимать сразу все на свете и HTML, скрипты и стили в плане ускорения именно загрузки сайтов. Начиная с версии плагина, насколько я помню, 1.9, автор там прописал такую возможность специальную, которая позволяет обходить вот эти требования пейдж-спида, к которому он там все время ругается, что у него там то скрипты загружаются в верхней части сайта, то еще какая-нибудь фигня. Вот эту вот штуку он там прописал, и мы это сегодня как раз и рассмотрим, то есть правильную настройку этого плагина. Настройка будет проходить в три этапа. HTML, скрипты и стили. И показывать я все это буду на сайте без сезона. Для наглядности, здесь тоже вот много такая стена, ну стена не стена, не так как в премиум темах, но тоже так достаточно скриптов стилей, стилей генерируется именно самой темой. Итак, ну давайте начнем с точки зрения HTML, сжатия HTML, здесь ничего сложного, просто галочку поставили и все. Здесь вот он говорит, что если поставить галочку, туда будут сохраняться комментарии, то есть если в коде есть какие-то комментарии, ну вот, вот это вот, вот эти вот вещи, вот это вот, вот то, что он говорит, сайт оптимизирован, юас сео, вот эти штуки он будет сохранять. Если вам это не требуется, значит, ну в принципе лучше убрать, смысл какой во всем этом. Лучше всего смотреть в режиме инкогнито, чтобы кэширование браузера нам не мешало. Вот наш сайт уже сжатый, ну насколько это возможно, плагин его HTML-ку всю сжал. Дальше поехали. Пропускаем пока скрипты и начнем сразу со стилей. С точки зрения CSS, здесь есть такая важная вещь, такое понятие как критические стили, то есть это те стили, которые требуются сайту, чтобы загрузить для пользователя первый экран. Ну, то есть, грубо говоря, вот эта вот часть, вот то, что я вижу, у кого экран побольше, там, соответственно, побольше будет. Ну, то есть это вот важные стили и, собственно, вся оптимизация CSS-то и заключается в том, чтобы выделить эти критические стили на сайте и загружать их в первую очередь, а все остальные стили можно уже вынести в подвал. То есть в этом вся фича заключается. Итак, что для этого нужно сделать? Включаем. Здесь для наглядности я вам покажу. Значит, смотрите, по настройкам. Generate Data URL Image, это он, когда будет включать в стиле те URL-картинок, которые, ну, для оформления сидят. Можно это тоже включить, удалять Google Fonts. То есть, если у вас на сайте используются Google шрифты, то, наверное, их все-таки удалять не требуется. Если у вас используются шрифты, которые загружаются с вашего сервера, но при этом есть в теме какие-то шрифты, то это дело можно удалить. Собирать все внешние стили, то есть это вот эти вот все, вот эта вот, вот эта вот вся стена, вот эти вот все стили, вот это вот все. Значит, плагин будет вот эти все стили, которые в HTML-ке сидят, он их будет собирать в отдельный файл. Вот эту мы строчку пока пропускаем, собственно, она и нужна для того, чтобы прописать критические стили, здесь будем прописывать. А вот здесь вот, inline-on-css, то есть здесь вот все стили, он будет, все стили, которые есть на этой странице, он запишет именно, запихает в HTML. Ну, видите, какая стена стилей получилась. Сколько тут получается строк-то? Вон, 400 строк стилей. Нормально так. Итак, вот мы получили все наши стили в одном месте, и, собственно, из этих стилей теперь надо выделить, вот, кстати, видите, вот эти вот штуки? Вот. Data Image, это вот, собственно, и есть параметр, который вот это вот Generate Data. То есть он URL-ки генерирует через параметра Data, URL-ки картинок. Собственно, теперь наша задача из этого, из этой стены стилей выделить критические, те, которые нужны обязательно при первой загрузке сообщения. То можно для этого сделать. Можно воспользоваться вот этим сервисом, ну, ведь я им уже пользовался, пытался, по крайней мере, с ссылочкой, естественно, все ссылочки будут под видео, но у меня ничего не вышло. Поэтому я попробовал по-другому сделать. Значит, смотрите, убираем inline и делаем просто файл стилей. То есть чтобы у нас был общий файл стилей, в который запихано все. Ну, вот, смотрите, да. То есть у нас исчезло это, и у нас теперь здесь есть общий файл стилей. И вот он, видите, да, закэшированный. И, соответственно, теперь наша задача упрощается во много раз. Есть вот такой вот еще другой сервис, другой генератор, который реагирует просто на страницу. Соответственно, нам достаточно только... Самое главное, чтобы был общий файл стилей, вот этот вот. И тогда этот генератор, он сам найдет все критические стили, и нам останется их добавить только в нужное место. Ну, вот, смотрите, видите, сколько стилей он тут. Теперь копируем и выбираем вот эту вот штуку. Вставляем. Единственное, надо вот этот тег из стаил убрать. И сохраняем. Отлично. Теперь смотрите, что. Значит, я вот не показывал, да, в самом начале. Вот я сайт померил, здесь были вот такие вот требования. Ну, понятное дело, там по картинкам, по всем делам, это мы пока проходить не будем. Самое главное, что у нас вот требования. То есть, код препятствует отображению, оптимизируйте работу. Вот такая вот штука была. Теперь, что у нас получается, чтобы было более наглядно. Вот что у нас получается. Смотрите, вот эти все критические стили загрузились в самом верху. То есть, они реально в самом верху запихались. И, соответственно, все остальные стили у нас запиханы в отдельный файл. Давайте теперь посмотрим, как на это реагирует PageSpeed. Итак, было 61, были вот такие вот требования. Давайте еще раз проверим. Ну, стало немножко получше. Стало 65. И, обратите внимание, по скриптовой, по стилям вообще нету никаких замарок. То есть, в принципе, все работает. Теперь, что касается, ну, чтобы у нас криволик-то не было на самом сайте. Ну, то есть, здесь все нормально, все отлично пашет. Со стилями разобрались. Еще раз повторяю алгоритм. Для начала, включаем галочку «Оптимизировать код». Включаем генерацию дата. Включаем сбор всех внешних стилей CSS. Нажимаем кнопку «Сохранить». Дальше идем вот в этот сервис. И он нам находит критические стили. Отсюда потом берем критические стили и пихаем в это окно. Все, алгоритм несложный. Теперь, что касается джава-скриптов. С джава-скриптами всегда проблема. Проблема в том, что он может их ужать так, что многие вещи перестают работать. Особенно это критично на премиум-темах. Потому что там очень много скриптов, всяких разных используется. Поэтому сжатие скриптов надо делать аккуратно. Итак, сначала просто включаем и посмотрим, что нам скажет, собственно. Так, значит, вот у нас куча скриптов здесь. Ну, вот видите, куча скриптов. Давайте обновим. Есть, скрипты сжались. Теперь важный момент. Нам надо знать, что при сжатии скриптов у нас все работает. Ну, вроде более-менее слайдер работает. Это работает. Можно зайти сюда, здесь посмотреть. Все, вроде бы все работает. Давайте проверим, что нам говорит. Достаточно ли просто включения именно одной галки. Потому что здесь все остальные галочки, собственно, они предназначены именно для такой, для тонкой настройки. Ну, например, можно все внешние стили, которые запиханы в HTML. Ну, если мы посмотрим опять страницу. Ну, вот смотрите, видите. Раз запихано. Где-то тут еще было. Ну, вот, да. Вот стили, внешние стили. Собственно, счетчики все подключаются через внешние стили. Ну, а есть проблема, когда вы подрубаете все вот это вот внешние стили. Внешние скрипты, которые подключены типа счетчиков. Ну, вот здесь вот есть всякие Facebook пиксели. Вот эти вот вещи, они могут не работать. То есть, еще там какие-то счетчики. Но такие вещи, поэтому не всегда, не всегда эти вещи надо подключать. Ну, давайте подключим, посмотрим, что у нас стало работать, что не работать. Ну, так-то сейчас все работает. Здесь, благо, сайт не сильно сложный. Но не факт, что счетчики будут работать и так далее. Теперь, если мы посмотрим. Ну, видите, как все сжато. То есть, нет ни счетчиков, ничего. Все стили уходят и так далее. Вторая галочка, force JavaScript, это, собственно, как раз предназначен для того, чтобы скрипты, которые вызывают ошибку, можно было выносить в шапку. И тогда они загружаются раньше. Ну, и, собственно, это приводит все к лучшим результатам. Дальше, соответственно, можно некоторые скрипты исключить. Я это уже показывал. Ну, я не знаю, сейчас здесь бесполезный РПК, здесь нет таких скриптов. Но формально делается все просто. Вы находите просто название файла скрипта, ну, название файла с расширением JS. И здесь через точку прописываете его. Все. Ну, и, соответственно, вот этот параметр, Wrapping, это тоже предназначен для тестирования ошибок. То есть, он там оборачивает, там такая обертка получается специально. Тоже, то есть, если у вас со скриптами что-то где-то отрубается, вот этими галочками можно все это дело настроить. Ну, собственно, давайте померяем, насколько у нас что тут изменилось. О, 62 стало. Но при этом, обратите внимание, что у нас, то есть, вот эти два скрипта, это внешние скрипты. Ну, это MailerLite, то есть, это подписка. И остался один только jQuery скрипт, который, собственно, и никуда не девается. Но он здесь и отключен, обратите внимание. То есть, он здесь исключен из оптимизации. Ну, наверное, это правильно, потому что все базовые плагины скриптов, которые работают, ну, всякие там всплывашки, слайдеры, вот эта вся штука, они подключаются всегда после jQuery. И им для работы нужен jQuery, и поэтому, да, наверное, все-таки это будет правильно. Но если для вас критично, попробуйте именно тоже jQuery запихать в общий файл. А так, как видите, из того списка то, что было, все исключено. А под занавес есть здесь вот такие еще разные опции. Ну, такие важные опции. Итак, первая из разных опций, это сохранять все собранные файлы стиля и скриптов как статические файлы. То есть, он у вас как кэширует и подгружает дальше. Можно эту галочку снять, если вдруг сервер обрабатывает неправильно, и тогда он будет по-другому работать. Дальше оптимизировать для залогиненных пользователей. Ну, то есть, для админов-то, наверное, не обязательно кэшировать. Но, опять же, если у вас магазин, да, или какие-то вот, ну, происходит регистрация на сайте, то, наверное, все-таки можно кэшировать и нужно. Но это уже надо смотреть конкретно по каждому сайту. И здесь он говорит оптимизировать скрипты для магазина, корзины и страницы оформления заказа, check-out. Не всегда это требуется, особенно если, ну, какая-то вот страница оформления заказа, какая-то динамическая, корзина. Поэтому желательно бы, если у вас этого... Во-первых, если у вас этого нет, галочку можно поставить. Если у вас магазин на вотом же WooCommerce, то лучше, наверное, снять. Потому что на WooCommerce что корзина, что check-out, страница оформления заказа работает на Аяксе, и все это дело может работать неправильно. Вот, собственно, и все настройки. К резюме по настройкам плагина AutoOptimize. Для оптимизации HTML делать ничего не требуется, достаточно поставить галочку, и у вас весь HTML будет сжиматься. Для правильного сжатия CSS-ов, то есть стилей, необходимо выделить критические стили. Все ссылочки, которые необходимы, они вы найдете под видео. Алгоритм сжатия, нахождение критических стилей очень простой. Сначала собираем все стили в один файл, потом проверяем на сайте, забираем отсюда найденные критические стили и пихаем в раздел Online and Defer CSS. Дальше, CDN-ом редко кто пользуется, настройки для разных видов, то есть агрегированные, залогиненные пользователи и магазины тоже вот здесь эти галочки есть. Если надо, все это экспериментальным путем подбирается и настраивает. Вот такая вот настройка. Скорость мы, конечно, не добавили, но было 61, стало 62, но для мобильных, в принципе, побольше стало, как ни странно. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать про правильную настройку этого плагина. Плагин хороший, плагин неплохой, если все правильно настроить, он работает на золотую и выдает нормальные параметры, нормально все это сжимается и хорошо все это быстро работает. На этом у меня сегодня все, если остались вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok